Ну, вообще, надо подходить к покупке аквариума очень серьезно, то есть аквариум это не сезонная пара обуви и так далее, да, то есть аквариум это по срокам технической службы, да, который проверен уже, как говорится, десятилетиями эксплуатацией, то есть семь лет, скажем так, да, от пяти до семи лет, в течение которых необходимо произвести техническое обслуживание, да, заключающееся в том, что аквариум нужно разобрать и собрать по-новому, потому что, ну, как бы не был хорош силикон, какой бы он не был супер замечательный у нас, но, то есть современная наука даже это все рассказывает и показывает и объясняет, Бактерии, на самом деле, они очень мощные, да, бактерии могут перерабатывать все абсолютно, и эволюционисты уже предсказывают, что в скором будущем появится бактерия, которая будет создана природой-матушкой для того, чтобы перерабатывать синтетические пластики, да, то есть ПВХ, там, полиэтиленовые пакеты всяческие и так далее, которые в природе накопилось уже маслом. Поэтому, как бы, ну, вот от пяти до семи лет, в зависимости, конечно, от условий эксплуатации и так далее, ну, тут нужно по внешним признакам, довольно-таки несложно, да, можно определить, то есть, пришла пора вашему аквариуму на ТО ехать, и вот, пришла. Чем мы можем, допустим, выделить свои аквариумы, да, в линейке того, что он находится на рынке на данный момент. Ну, вот, как мы видим из видео, первый отличительный признак наших аквариумов, даже на бюджетных вариантах, это всегда наличие отбортовок. То есть, это узкие полосочки стекла, идущие вдоль верхней стороны лобовых стекол. Значит, даже само наличие подобных отбортовок является очень хорошим барьером на пути прескания воды. То есть, уже, опять же, за многие годы общение с различными вариантами и конструкциями аквариумов, то есть, это было уже неоднократно отмечено. Тем не менее, почему-то, ну, даже именитые фирмы считают, что данный элемент на аквариуме как бы излишний. Скажем так, для чего придумывалась технология? Не только для того, чтобы, как сказать, упростить нам работу, но и для того, чтобы улучшить, да, максимально, там, сделать комфортным и удобным занятие аквариумом. Поэтому, как бы, да, раньше, когда мы делали каркасные аквариумы, проблема была всегда с тем, как накрыть. Тут, конечно, кто во что гаразд был, то есть, и органикой накрывали, и какими-то кусками стекла, и так далее. И, как правило, это всегда было городиловое нагромождение, там, вот этих, там, безразмерных стекол, вот, которые торчали различным, там, сверху. Ну, и поэтому, как бы, после того, как мы уже придумали, как при помощи силикона, да, склеить аквариум, вот, как бы, в этот же самый момент мы не переставали думать о том, как сделать, чтобы это было удобно, эксплуатационно. Ну, во-первых, наличие отбортовки, это еще и, как бы, технические требования крепления верхней кромки, скажем, аквариума. То есть, крепление лобовой стекла к торцевому, как бы, связка косыночная, да, ну, только там, не косынки, они выполнены в форме отбортовки. Для эстетических соображений, раз, второе, чтобы, опять же, я повторюсь, вода не выклескивалась за троя аквариума, это два, и третье, значит, если мы видим, вот, на фотографии, это исполнение, ну, уже профессиональное, да, то есть, с укрывными стеклами, то, как тогда вклеивается под наружную отбортовку, клеивается вторая отбортовка, уже несущая, которая на себе будет держать, как бы, покрывные стекла, как бы, создает более жесткий периметр в верхней части аквариума, да, то есть, трогает лобовые стекла от излишнего изгиба, там, и так далее. Следующая отличительная черта наших аквариумов, ну, то, что это, во-первых, ручная сборка. Мы, конечно, делаем и полировку, вот, на станках, но, по опыту, скажу вам, что даже самая хорошая полировка на самом хорошем станке, иногда требует тщательной доработки напильника, но, в нашем случае, инструмента. Как бы, в результате ручной обработки обеспечивается точность, то есть, искривление поверхности, обработки, скажем так, не допускается более 0,1 мм, да, представляете, что это такое? Ну, если вот, вы посмотрите на фотографии, то вы увидите, да, что, ну, у конкурентных образцов эти искривления в разы больше, порой, похоже на пилу. То есть, наш вариант сборки, с одной стороны, как бы сложный, но, с другой стороны, он обеспечивает максимальные эксплуатационные характеристики изделия. Аналогичный вариант, который мы рассматриваем, да, конструкционный, то есть, где дно вклеено внутрь, он, во-первых, как бы, ну, как бы, для поточного производства он удобнее. Но, это одноразовый аквариум, потому что, в случае, если, допустим, не дай бог, лопнуло дно, это часто происходит в результате падения и так далее, ремонт такого аквариума просто невинтабельный. Проще взять новый аквариум, нежели вот проводить такие сложные манипуляции, весь его распарывать, очищать от клея и так далее, и потом производить замеры этого стекла. Как видно в этом ролике, то есть, на нашем варианте, во-первых, повреждения, в случае равнозначных падений, то есть, вот два варианта рассмотрены, когда абсолютно одинаковые деформационные нагрузки, да, были созданы, то есть, аквариум упал на угол, то есть, в нашем варианте пострадало только дно, швы предохранили, да, лобовые и торцевые стенки от разбивания, в конкурентном варианте, то есть, там разбивается и дно, и лобовая стенка, и торцевая стенка, а все это приводит к более дорогому ремонту, а при показанном варианте, да, то есть, там надо практически весь аквариум снова поменять, ну и смысл тогда оставлять две стенки старых, которые, не пойми, как собраны, может проще тогда уже собрать новый аквариум, и это будет гораздо проще и дешевле. А изначально, то есть, для чего видео показано, да, чтобы вы, забирая заказ там, вот, или, желательно, чтобы предварительно перед заказом, обязательно, то есть, посмотрели, а что, вот, ну, творение данного автора, да, желательно, чтобы эти творения стояли прямо у него, потому что, ну, сапожник без сапог не может же быть, то есть, все равно у человека, который делает аквариумы, должны быть аквариумы где-то рядом с ним, да, и вошли, и вошли вам производства, потому что, говоришь, что, вот, я в том торговом центре поставил аквариум, ну, как бы, вы же не можете знать, насколько хорошо рынок, чтобы разбираться, кто его там на самом деле поставил, а если аквариум стоит непосредственно у него, ну, хотя бы приблизительно можно увидеть, да, что, вот, ну, возможно, да, вот так он делает, и ознакомиться с его конструкцией, посмотреть, то есть, отвечает ли основным принципам, да, то есть, аквариум, насколько ровно произведена обработка, даже видимых углов, да, видимых торцевых, там, стекол, вот, даже визуально, насколько она прямая, насколько качественно выполнены швы, нет ли там каких-то воздушных вкраплений, допустим, в случае с прозрачным силиконом, это очень хорошо видно, то есть, насколько качественно выполнен шов, с отсутствием пузырей, или с их наличием, да, цвет шва, то есть, вот мы показывали, да, на видео, что, если шов передавленный, и не выдержаны, зазорные размеры, между стеклами, то это все видно, то есть, невооруженным глазом, да, сейчас, при помощи, скажем так, нашей видеолекции, да, вы уже будете понимать, что к чему, что происходит на рынке, как бы, да, что есть на рынке, по каким ценам, вы это сами уже видите, как я уже сказал, обработка у нас есть ручная, есть станочная, да, тут на любителя, иногда мы комбинируем, то есть, если аквариум, такой, ответственного размера, какого-то, то соответственно, мы комбинируем, то есть, станочную, все лицевые, которые мы видим, но не контактирующие части, мы полируем, остальные, значит, в сторону, доводим руками уже, чем еще отличаются наши аквариумы, то есть, вы можете заказать, совместно с аквариумом, даже осветительный короб, или так называемая подсветка, ну, на самом деле, то есть, современными материалами, да, то есть, современными комплектующими, стало очень легко работать, да, в этом плане, раньше светильники было, изобретать сложно, это надо было, какое-то там, рядом производство, чтобы было, на котором можно вырезать металл, загнуть его, там, как-то, просверлить, и так далее, сейчас, современными пластиками, вот, которых огромное множество, то есть, это стало возможным, собирать нормальные, полнотелые короба, то есть, на которые можно, спокойно размещать, осветительное оборудование, и без дополнительной нагрузки, да, как вот раньше деревянные, делали короба, то есть, там, фанеру приходилось, шпаклевать, да, потом лаком, накрывать, только потом, обтягивать пленкой, то есть, это было гораздо более трудоемкая работа, а сейчас, то есть, пластик, он довольно-таки хорошо режется, да, то есть, и клеится, и так далее, и самое главное, соответствует, правилам безопасности, во-первых, да, как вот видно на видео, показана подсветка, которая простояла, верой и правдой, там, 7 лет, в ужасных условиях, да, то есть, ее там, выжгли лампами мощными, там, и что только с нее не делали, но, во-первых, что хочется отметить, да, что пластик действительно соответствовал тем характеристикам, которые были заявлены, что он не воспламеняется, то есть, да, он там, внутренняя часть подсветки потеряла форму, там, почернела, коробилась, высохла, но, тем не менее, внешние характеристики подсветки, да, то есть, эстетически остались неизменными, и, как бы, даже если бы эту подсветку ремонтировать, например, да, вот, то можно было бы элементарными, там, несложными приемами просто заменить участок пластика, где его покоробило, да, ну, и поставить новое осветительное оборудование, которое продается в соседних магазинах, стоит абсолютно не бешеных денег, и каждый маломальский, умеющий владеть отверткой, мужчина может произвести замену того же балласта, там, или еще чего-то, вот, то есть, никакой военной тайны в этом нет, опять же, наши подсветки могут по желанию заказчика быть оборудованы, как таймерами, автоматического включения-выключения, то ли света, то ли, там, какое-то оборудование, по желанию заказчика, ну, просто к каждому аквариуму закладываются определенные требования, да, и если это полностью комплект аквариума, скажем так, с дизайном, с какими-то там дополнительными, там, ну, скажем так, декорациями, на которые отдельно подается воздух, чтобы это все регулировать в автоматическом режиме, то есть, это недорогое удовольствие, в разумных пределах, скажем так, без всяких дополнительных, там, либо словно, нагрузок на стоимость, и в то же время, ну, вот, в общественных местах, например, таймер очень удобно поставил, включил, неважно, кто, сколько пришел, кто, сколько ушел, то есть, аквариум включился в одно время, и выключился в одно время, это, как бы, очень удобно для рыб, они привыкают к режиму дня, во-вторых, это очень удобно для растений, да, то есть, такие растения, как криптокалина, хотя, вот, в моем аквариуме, как вы видели на видео, да, там, очень много криптокалина, они все прекрасно себя чувствуют, несмотря на то, что у них условия абсолютно, нет никакого режима, я, опять, вот сейчас говоря, вспоминаю, что последний раз подменивал воду месяц назад, тем не менее, то есть, у меня криптокалина чувствует себя прекрасно, ну, а вообще, вот, какие-то места, где, особенно, фактор среды имеет место быть, особенно общественные места, то есть, там, энергетическая составляющая, очень разнообразная, поэтому, там, криптокалина, просто, даже от того, что свет включили, там, на час позже, на час раньше, они уже от этого могут сбросить листья, то есть, листья превратятся в кисель, все, конечно, этого упугаются, хотя, гриптокалина, очень хорошая, корневая, стойкая, то есть, корневая абсолютно во всех случаях остается живая, и с нее начинает идти другой лист, параллельно приспособившись по своим параметрам, то есть, под новую среду, да, допустим, ну, если там произошло какое-то изменение в водоеме, да, в балансе воды, допустим, гриптокалина скидывает листу, и следующая листва идет уже под эти условия, то есть, которые абсолютно к ним адаптированы, нормально себя в этих условиях чувствуют, ну, опять же, что световые короба, да, то есть, вот как видно на видео про осветительное оборудование, да, на данный момент, то есть, представлены возможности и в комбинации различных цветовых вариантов ламды, которые там необходимы для подсветки рыб, для выделения их окраски, да, для подсветки каких-то искусственных объектов, да, или там каких-то определенных цветов тоже рыб, ну, и соответственно, с современными энергосберегающими лампами, то есть, опять же, аквариумистика получила очень хороший потенциал, то есть, раньше, на серьезных подсветках с травниками, можно было глазунью поджаривать, то есть, температура была огромная на подсветках, как на сковородке, потому что там порой работало на полутора киловатт, осветительного оборудования, раз это полтора киловатт, то, соответственно, это столько тепла им выделяется, для сравнения, там, ТЭН обогреватель, да, двухкиловатт, это самый мощный, вот, в основном, они киловаттные, 0,75 и так далее, особенно масляные радиаторы, они не шибко мощные, а энергосберегающие лампы позволили при меньших затратах нагрузки, то есть, получать больше коэффициента освещения в аквариуме, ну, вот, те, кто занимаются эхинодорусами, им понравились энергосберегающие лампы, то есть, я помню, когда, только эти лампы пошли, и вот, восторженные, значит, там, рассказы аквариумистов, о том, как у него эхинодорус зацвел под этими лампами и так далее, поэтому, как бы, на данный момент, в плане удобства для аквариумиста, созданы уже мы, казалось бы, все, мы сами работаем с такими аквариумами, ну, и понятно, что если бы нам что-то не нравилось, то мы бы уже давно доработали, переработали, придумали бы что-то более удобное и более подходящее, ну, скажем так, на данный момент, вот, как бы, мы не видим каких-то новых перспектив, ну, скажем так, LED-цветильники, да, ну, да, замечательно, маленькая потребляемая мощность, но, опять же, слабенький пока светодиодный, и все, ну, доступные, по крайней мере, по цене, которые можно поставить на подсветку, и она не станет стоить, как истребитель, ну, у них очень короткий, вы привык, короткая длина волны, и, на данный момент, по крайней мере, теплого спектра, ну, пока не могут не достичь, на светодиодах, какой-то желтенький, еще какой-то, но, как вот, раньше мы комбинации дневных ламп, и обычных ламп накаливания, да, пытались максимально попасть под солнечный спектр, да, и когда это хорошо получалось, то вот на таких растениях, как Кобомбы, например, да, иногда даже на вылистере, на сломанный, то есть начинали на листьях прям выделяться пузырьки воздуха, и это было интересно наблюдать, то есть это настолько активная реакция фотосинтеза происходила, ну, кстати, в прием, в природных водоемах, на рыбалке, когда нечего делать, там, где-то в грибе, я тоже порой наблюдал такой эффект, когда с растения шли пузырьки воздуха, так вот, в аквариуме, мы удачно подгадывали спектр света подсолнечный, то есть вот наблюдался тот же самый эффект, то есть с кончиков листьев, как с распылителя, маленькие-маленькие пузырьки воздуха, подымались с поверхности, ну, и чем еще заметно, допустим, как определить достаточность света в аквариуме, ну, по тем же самым признакам, что и у комнатных растений, то есть если света недостаточно, то листья более блеклые, до желтых, вялый внешний вид, то есть всегда усунувшись, если растения плохо себя чувствуют, ну, а большое наличие света, да, под большим, под хорошим напором, то есть если это даже роголистник плавающий на поверхности, он из зеленого становится, как он, буроватым, кобомбы становятся буроватого цвета, вот, ну, и, в принципе, все растения, имеющие красный оттенок, то есть это будет ярко-красный, насыщенный цвет, то есть красные, растения красного цвета, под слабым цветом, не растут однозначно, то есть это уже отмечено, и растения, имеющие красный цвет, в окрасе, ну, еще больше, чем все остальные, не любят подкормку железа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова